Что означает ШОС? Уникальный генный препарат и запретен в КФУ. Развести интертыкально и посмотреть, насколько эффективно, функционально это все будет. Как позаботиться о ментальном здоровье? Всем привет! В эфире Универнгьюз, а в студии Ильяна Расланова. В зале соседаний Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан. Современные подходы к управлению сельскими поселениями. Мероприятие прошло при участии руководителя аппарата президента Татарстана Асгата Сафарова. Сельским поселениям и поселкам городского типа по итогу республиканского конкурса уделяются гранты на общую сумму 261 миллион рублей. Что такое ШОЦ и почему организацию называют Шанхайской пятеркой? Хотя в нее входит 8 стран. Об этом и не только. Смотрите далее. О создании Шанхайской организации сотрудничества официально было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае. Республикой Казахстан, Китайской народной республикой, Кыргызской республикой и Российской федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. До этого все указанные страны, за исключением Узбекистана, были участницами Шанхайской пятерки политического объединения, основанного на соглашении об укреплении доверия военной области в районе границы Шанхай и соглашении о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы Москва. Два этих документа заложили механизм взаимного доверия военной области при граничных районах, способствовали усыновлению поистине партнерских отношений. После включения в организацию Узбекистана в 2001 году пятерка стала шестеркой и была переименована в ШОС. Нужно отметить, что Шанхайская организация сотрудничества – это одна из самых динамично развивающихся структур, которая реализует свои интеграционные процессы на пространстве постсоветском, в Центральной Азии, но уже сегодня ее интеграционные процессы вышли за пределы региона, и целый ряд стран, в том числе из арабского мира, они начинают проявлять интерес к этой организации. Задачи Шанхайской организации сотрудничества первоначально лежали в сфере взаимных внутрирегиональных действий по пресечению террористических актов сепаратизма и экстремизма в Средней Азии. В июне 2002 года на Санкт-Петербургском саммите глав государств ШОС было подписано хартия Шанхайской организации сотрудничества, которая вступила в силу 19 сентября 2003 года. Этот базовый уставный документ, фиксирующий цели и принципы организации, ее структуру и основные направления деятельности. В сентябре 2003 года главы правительств государств-членов ШОС подписали программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества, рассчитанную на 20 лет. Совсем недавно в Самарканде проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, где по завершению президент Турции заявил о том, что его страна готова стать полноценным членом ШОС. Напомним, входящая в НАТО Турция является партнером по диалогу ШОС. Вопрос о присоединении будет поднят в рамках переговоров в Индии. Шанхайская организация сотрудничества очень схожа с БРИКС. Они похожи в первую очередь по набору участников. И по тем целям и задачам, которые им обозначены. Но если говорить об отличиях, то БРИКС структура более широкая. ШОС и БРИКС являются элементами, которые ставят перед собой идею формирования многополярного мира. Говорят о необходимости равных партнерских оснований для сотрудничества между членами этих организаций. Ну и, я уже сказал, участники там выступают одни и те же практически. Напомним, что высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государства. Он собирается раз в год и принимает решения по всем важным вопросам. В качестве официальных рабочих языков ШОС признаны русский и китайский. По последним подсчетам, население стран ШОС достигло 3,4 миллиарда человек. А совокупный объем ВВП государств-участников ШОС составляет около четверти от общемирового показателя. Елизавета Никитина, Универньюз. Аспирант Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Алиса Шимарданова стала одной из победительниц конкурса «Студенческий стартап» с проектом разработка генного препарата для лечения GM2 ганглиазидозов. Благодаря выигранным средствам уже в этом году молодой ученый намерен приступить к пилотным испытаниям препарата на лабораторных животных. Что из себя представляет уникальный генный препарат, смотрите в нашем сюжете. В настоящее время в мире не существует ни одного лекарственного препарата, эффективного для терапии GM2 ганглиазидозов. Ганглиазидозы GM2 – это не одна легковесная болячка, это группа из трех родственных генетических заболеваний. Данное прогрессирующее нейродегенеративное нарушение в классической инфантильной форме обычно приводит к смерти в возрасте 2-3 лет. Оно развивается в результате дефицита или недостаточной активности фермента, необходимого для метаболизма ганглиазидозов. Это такой фермент, который присутствует в нормальном состоянии у человека и животных, и который отвечает за расщепление определенного субстрата, который называется GM2 ганглиазид. Если этого фермента нет, то расщепление не происходит, этот субстрат накапливается в клетках и преимущественно в нервных клетках. Из-за этого происходит нейродегенерация, то есть нервные клетки умирают, и у человека развивается инвалидность. Над разработкой генного препарата для лечения GM2 ганглиазидозов Алиса Шеймарданова работает уже четвертый год. В результате реализации проекта может быть разработан первый в мире препарат, который позволит остановить прогрессирование заболевания. На сегодняшний день показана функциональность генетической кассеты, используемой для создания генового препарата на клеточных культурах и мелких лабораторных животных. После получения этих результатов был улучшен дизайн генового препарата и разработан новый вектор на основе вируса 9-го сиротипа. Это специальные вирусные векторы для доставки генов. Рассмотрим на примере. У человека мутантный ген, ему не хватает здорового продукта этого гена. Поэтому в аденоцированный вирусный вектор вставляют ген недостающего белка или гены. В нашем случае два гена отвечают за продукцию белка. И вводят либо внутривенно, либо интеротекально прямо в спинномозговую жидкость. И этот вирус попадает в клетки. Но вирус он специальный, модифицированный, то есть он не приводит к иммунному ответу, к любым побочным эффектам. Он просто доставляет трансген. Далее в клетки организма попадает этот ген. Они начинают синтезировать недостающий фермент, вследствие чего он расщепляет субстрат GM2-ганглиозит. Из-за этого процесса клетки очищаются и сам человек может излечиться. Или, по крайней мере, заболевание может приостановить свое активное воздействие на организм человека. Однако данный препарат можно вводить не чаще, чем раз в полгода или год, в зависимости от ситуации. Мы планируем сделать пилотные доклинические исследования на крупных лабораторных животных. То есть мы уже разработали генный препарат, мы хотим протестировать это на животных. По словам Алисы Шеймардановой, недавно общими усилиями было получено два патента на изобретение Российской Федерации. Также результаты исследования были представлены на международной конференции, организованной Европейским обществом клинических исследований, которое в этом году проводилось в Италии. Карина Саяхова, Универниус. Психологическая помощь предполагает дать человеку информацию о его психоэмоциональном состоянии, выявить причины и механизмы возникновения определенных психологических реакций на основе диагноза и симптомов. Такую помощь оказывают специалисты, владеющие определенными знаниями и личностными качествами. О повышении коллегкации психологов КФУ далее в сюжете. Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с психологическими проблемами, которые сложно решить самому. К какому специалисту следует обратиться и в чем их разница? Как заботиться о ментальном здоровье в целом? Об этом позаботился и Казанский федеральный университет. 19 сентября стартовало обучение в рамках деятельности психологической клиники ВУЗа по программе повышения квалификации, кризисное консультирование и работа с методикой диагностики обучающихся, нуждающихся психологической помощи. Одно из требований – теоретическое и практическое умение работать со стрессовыми и депрессивными состояниями людей. Знание базовых принципов при работе с кризисными состояниями. Компетенции, необходимые при работе с группой, нуждающихся психологической помощи. Я прошу вас в ходе и обучения, и в дальнейшей работе обращать внимание, например, на первый курс. Вот приходят ребята, первокурсники, на самом деле, у многих проблемы, многие закончили школу. Самый сын в этом году поступил, наконец-то, в ВУЗ. И тоже так же масса вопросов задает. После школы вот эта перестройка психологии головы на вузовскую стезю, на самом деле, она довольно сложна. В связи с напряженной международной обстановкой, возможными адаптационными трудностями возникает потребность высокой квалификации специалистов, способных оказать психологическую поддержку в решении социальных проблем. Специалист должен уметь действовать в ситуации неопределенности, обладать методикой помощи в выходе из сложных ситуаций, адекватно реагировать на комплексные проблемы при сохранении профессионального умения, перманентного контроля верного направления собственной рефлексии. Всему этому и не только будет посвящено обучение. Кто такие студенты, нуждающиеся в помощи, на кого стоит обратить в первую очередь, как их диагностировать, как им помогать. То есть вот в этом ключе психологи, конечно, практикумы, разборы кейсов, интересных случаев, которые уже есть, и с которыми уже сталкиваются психологи. Поскольку будет возможность у психолога любую свою сложную ситуацию представить и разобрать ее вместе со специалистами. Обучение будет проводиться планомерно в течение 2022-2023 года. Первая неделя обучения будет сфокусирована на обучении психологов психологической клиники Казанского федерального университета, психологов, работающих в деревне Универсиады КФУ, волонтеров Института психологии образования Казанского университета. Организаторами дополнительных профессиональных программ повышения квалификации является научно-образовательный центр практической психологии, этнопсихологии, психологии межкультурной коммуникации, Института психологии и образования КФУ, и психологическая клиника Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюс. 21 сентября в Великом Новгороде пройдет встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с руководителем передовых инженерных школ. Среди них будет также руководитель передовой инженерной школы Киберавтосех КФУ. На этом все. В студии была Ильяна Расланова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok